Домашнее задание с эфирным маслом чайного дерева. Оно тоже будет похоже с домашним заданием масла орегано, потому что и орегано, и чайное дерево, во-первых, они входят в одно и то же занятие, третье. По своим свойствам мы их специально поместили именно в одно и то же занятие. И энергетические свойства у них тоже похожи, поэтому, в принципе, вы можете в течение недели до четвертого занятия миксовать и вдыхать то чайное дерево, то орегано, опять-таки, по вашей ситуации, по вашему состоянию, насколько сейчас у вас в жизни наблюдаются те темы, которые могут решить именно эти эфирные масла. И повторюсь, как и в блоке домашнего задания с орегано, я даю больше упор на энергетические и психоэмоциональные свойства масла чайного дерева, потому что ситуации на физиологическом уровне может быть разной, они все у вас индивидуальные, рецептов очень много, вы выбираете рецепт на ваш вкус и начинаете работать с этими рецептами. Может быть, это питание, может быть, это какие-то дыхательные системы, может быть, да, но энергетические и психоэмоциональные свойства масла чайного дерева, они нужны всегда, потому что ежедневно мы с вами подвергаемся стрессам, плюс у нас есть какие-то свои накопленные ситуации, да, с которыми нужно справляться. И вот чайное дерево, как раз-таки, возвращайтесь к блоку в теории, когда мы говорили про энергетические и психоэмоциональные свойства масла чайного дерева и посмотрите, чем это масло, может быть, вам полезно. И когда вы его вдыхаете, начинаете по пятибальной шкале его тестировать, пять баллов – это то, что вам прям вот оно очень приятно. А может быть, ситуация, когда вам, в принципе, вот как у меня иногда бывает, мне прям очень сильно хочется вдохнуть это масло. А если оно вам не нравится, тоже осознайте, почему оно вам не нравится, почему оно вас отталкивает, обязательно наблюдайте и записывайте все ваши ощущения. И чем больше вы его используете через дыхание, через арома ванны, через арома в диффузор, наблюдайте, меняются ли ваши ощущения, ваше состояние, ваши эмоции. И, соответственно, тоже эти состояния прорабатывайте через квантовую медитацию и все это тоже прописывайте, что меняется. Квантовая медитация с чайным деревом тоже была записана мною в потоке, то есть я впитывала в себя энергию, вдыхала энергию масла чайного дерева компании Дотера, да, и, соответственно, в этом состоянии вдыхала, вдыхая этот аромат, записывала эту квантовую медитацию. Соответственно, когда вы будете вдыхать масло и слушать медитацию, вы очень многие вещи в своей жизни будете решать уже в этом процессе. Тем более, что мы говорили с вами про использование масла в рецепте, в массажах, например, для мышц, для суставов. Почему-то именно в этой квантовой медитации с чайным деревом я захватила момент энергетической остеопатии, выравнивания, да, работы, проработки в суставах вашей спины, везде, где в жизни вы колеблитесь, да, а не являетесь устойчивым индивидуумом, харизматичным, энергичным. То есть вот здесь для того, чтобы надо, ну, понять вообще, как это будет в вашей жизни проявляться, прорабатываться. Вдыхайте масло через аромодиффузор, через флакончик, нанося на ладони, на запястье или через носовой платок. И, соответственно, можете использовать при массаже и также слушайте эту квантовую медитацию по желанию. И смотрите, как меняется ваше состояние, состояние тела, ваши ощущения. И опять-таки, так же, как и в блоке с маслом альгана, определяете ваши энергетические границы. Смотрите, есть ли в вашей жизни люди, которые уже не служат вашему благу, люди, которые перетягивают всё на себя, да, которые, но только берут, вбирают от вас и не дают вам ничего хорошего, да, то есть ничего полезного, только вытягивают из вас энергию. Где в вашей жизни вы ещё не находитесь у себя в приоритетном листе, да, а где вы отдаёте, отдаёте и ничего не получаете взамен. То есть вот эти все вопросы решаются через проработку с эфирным маслом чайного дерева. И любые способы, какими вы будете работать с маслом чайного дерева, будь то рефлексотерапия, проработка активных точек на ваших стопах, на ваших ладонях, да, которые отвечают за определённые органы, там, и даже заболевания, то есть, вот, или же это будет арома ванна, любой из этих способов, это одновременно вы же ещё вдыхаете, когда вы используете масло чайного дерева, вы ещё вдыхаете его, оно уже одновременно входит в вашу ауру, оно уже одновременно начинает менять всё ваше пространство. Поэтому я и говорю всегда, каким бы вы способом не использовали то или иное эфирное масло, оно будет работать для вас на всех уровнях интегрально и прорабатывать сразу очень много сфер вашей жизни. Это психоэмоциональная сфера, это сфера подсознания, это энергетическая сфера и так далее. Поэтому начинайте использовать и не только на время нашего курса, но и после, и потом ещё профилактически, и вы будете, конечно же, наблюдать очень много результатов в вашей жизни. Главное быть честным к самому себе, прорабатывать всё это, оставаясь честным к себе, ну и результат не заставит вас долго ждать. Ну что же, на этом мы с вами сейчас домашнее задание с маслом чайного дерева завершаем. Продолжение следует...